Проповедь называется «Победа». Жизнь в победе или победа? Вы знаете, часто мы живем в определенной ментальности, в определенном моем мировоззрении, в своем мировоззрении, и мы пытаемся в это мировоззрение втянуть других людей. Но Бог желает, чтобы мы жили ментальностью победителей. Вы знаете, есть то, что Бог определил для тебя победу. Я хочу, чтобы вы слышали и слушали то, как эта победа осуществляется с Богом. Вы знаете, не сильному достается, бывают лавры, не быстрому награда, но все от Господа, все случайность. Но Бог хочет, чтобы ты мыслил аспектами победителя. Если в твоей жизни пораженческое мышление, если ты в своей жизни думаешь, как пораженный человек, ты никогда не станешь победителем, я неудачник. У нас заходил один мой преподаватель, это был преподаватель географии, он заходил так и говорил, стадо баранов. Он формировал у нас ментальность баранов. И мы часто идем в этой ментальности поражения, вместо того, чтобы стать победителями. Кого-то одолевает водка, наркотик, жизнь, кого-то сплетни, кого-то еще что-то. И вы знаете, мы поражены чем-то. Если вы скажете, что я не поражен ничем, я победитель, я хочу прочитать это место Писание. Давайте откроем. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, он сокрушит их. Так, как я получил власть от отца моего, дам ему звезду утреннюю. На небе не нужна власть над язычниками. Я точно знаю. Если мы придем на небо, там не нужно уже власти над язычниками. Мне нужна она сейчас. Что же такое победа? И как побеждать? Победа – это освящение. Это состояние освящения. И я хочу прочитать одно местописание. Давайте откроем. Это 1 Коринфянам, 6 глава. 1 Коринфянам, 6 глава. 1 Коринфянам, 6 глава. 2 стиха. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будут судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Слушайте внимательно. Мы имеем привилегию судить ангелов. Но тут говорится о привилегии святым. Кто такой святой? Святой – это отделенный. Слушайте внимательно. Если я не отделился от этого мира, я не могу быть победителем. Если я не могу быть отделенным от этого мышления, от этого мировоззрения. Некоторые живут и говорят, я живу так, как все. Я такой, как все. Но у меня ни хуже, ни лучше. У этого пастыря еще хуже бывает. У этого служителя еще хуже бывает. А вот я вот такой герой. И знаете, мне это напоминает вот эту молитву. Фарисея и грешника, который бил себя в грудь и говорил, Господи, недостойен я и прости меня, я грешник. Он не смел лицо свое поднять. Но фарисей говорил, я такой герой, я не такой, как вот этот вот. Я лучше. Десятину даю. Все у меня хорошо. И Библия говорит, что он не отделяет себя для Бога, он не отделил себя для Бога. То есть, другими словами, Бог хочет, чтобы наша святость, какая-то она была особенная. Что такое отделенность? Вы знаете, надо отделить себя от этого мира, от этих людей. Мы хотим, чтобы у нас было то, 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 чтобы у нас была хорошая жизнь, неплохо было пожить вот так вот. И вы знаете, самое интересное, мы ограничены в своем познании, мировоззрении. Побеждающему дам власть над язычниками. Послушайте внимательно. Сегодня Церкви Божьей дана власть судить этот мир. Не просто судить, а привести их в покаяние. Скажи своему соседу, судить это привести в покаяние. Но если Церковь будет отделена от этого мира, если она будет свята, вы помните первую проповедь Петра? О чем была? И многими другими словами они что делали? Говорили и увещевали, чтобы они отделились от мира. Другими словами, отделенность и святость, это была первая проповедь. Освящение было первая проповедь. Послушай внимательно, что такое освящение. Если я живу в этом мире, если я думаю, ой, я не такой. Послушайте внимательно. Если человека еще не постигло наказание какое-то за грех, то оно постигнет. Оно придет. Мы думаем, что у Бога происходит, знаете так, он добрый, он ласковый, ничего не происходит. Но послушайте, есть за грех наказание. За всякое праздное слово люди дадут отчет. И у него не остается бессильным никакое слово. Если ты думаешь только о благодати, послушай внимательно. Наказание за грех смерть. Отделение от Бога. Святость – это приближение к Богу. Отделение от греха. И я не могу находиться в грехе, если я святой. Я не должен искать этого. Послушай внимательно. И если мы святы, то Бог дает нам власть. В чем это проявляется? В наших поступках, в нашем мышлении, в нашем мировоззрении, в наших делах. И слова говорят о нас. Послушайте. Очень важно, чтобы все свидетельствовало в нас, что мы отделены. Потому что есть то, что свидетельствует. И Библия говорит о трех свидетелях на земле. Помните что? Кровь, вода и дух. Смотрите, кровь свидетельствует о том, что мы пришли ко Христу и были искуплены. Мы сегодня будем свидетельства это принимать, что мы отделены для Него. Мы покаялись, мы пришли к Иисусу Христу, ко Христу, и мы сказали, Господь, прости нас, мы грешники. Второе. Вода. Скажи, вода. Вода – это прообраз, что я вхожу в нее, и я отделяюсь от этого мира, я умираю для мира. Я святой. Почему? Потому что я вошел в воду. И третье – дух. Библия говорит о духе, возрожденном для Бога. Мы имеем теперь познание от Него и откровение от Него. Мы ходим в этом мире и живем им. Мы имеем слово, которое может оживотворить других людей. Послушайте еще раз. Дам власть над язычниками. Мне нравится это слово. Что такое власть? Некоторые власть понимают превратно. Почему? Потому что они хотят их бить, ругать. И они думают о власти, как о узурпации какой-то, о каком-то, как это еще сказать, диктаторстве. Нет. Здесь власть его говорит о том, что сказал и сделали. Пошел и сделал. Отделение. Власть – это, которая производит в тебе работу, не только в тебе, но и в других. Сам меняешься, и другие меняются с тобой. Власть над язычниками. Дам власть над язычниками. Смотрите на Петра. Мне нравится Петр. Заходит в дом Корнилия, начинает проповедовать, и Дух Святой сходит на них. Чем не власть над язычниками? Чем не железный. Теперь они слушают еврея. Теперь они слушают того, который может открыть им правду. Вы знаете, сегодня мы имеем эту власть, когда мы отделены для Бога. Мы не можем находиться и в том, и в том. Нельзя служить двум господам. Об одном будешь заботиться, а о втором не родить. И если ты не покаялся, послушай, я тебе скажу так. Бог зовет тебя, призывает, иди сюда, приди ко мне. Но если ты не покаялся, если ты не оставил этот мир, а живешь мыслями там, ты не отделился. Твоя жизнь говорит об обратном. Что толку, что вы же зовете меня к Господе, Господи? А дела, которые я говорю вам, не соблюдаете. Потому что он говорит, дела мои соблюдете до конца. Тому дам власть. Смотрите, Бог призывает своего святого. Он призывает святых людей, и отделенных людей, которые будут исполнять власть. То дело. И он наделяет их полномочиями, чтобы это произвело в других работах. Мне нравится. Смит Вигглсворт. Ему не надо было проповедовать. Он когда открывал Библию и ехал в поезде, люди начинали плакать и каяться. Ему не надо было говорить много. И вы знаете, самое интересное, то что этот человек был одинок. Когда о нем свидетельствуют и говорят, он был очень одинок. Но он не один, он с Богом. Павел как-то свидетельствовал о себе, он говорит, но я не один. Вы знаете, часто ты становишься один. Ну, не с кем в кино пойти, потому что ты в кино уже не ходишь. Потому что завтра в церкви. На служение. Потому что ты уже не такой. Ты отделен для Бога. Ты его удел. Ты не поступаешь так, как ты поступал бы раньше. Ты не мыслишь, как мыслил бы раньше. Нет, я не против кино. Забудьте о том, что я сказал. Но если ты отделен, ты не ведешь всех туда. Ты ведешь куда? Пошли со мной служить Богу. Исполнять Его любовь. Правда? Смотри дальше. И дам Ему звезду утреннюю. Что такое утренняя звезда? Послушайте внимательно. Об утренней звезде говорится, как о Сыне Божьем, о Боге. Немногие имеют откровение Иисуса Христа. Многие говорят, Иисус, Иисус, и веруют в Него, и бесы веруют, и трепещут. Но, вы знаете, и дам Ему звезду утреннюю, Он будет иметь Иисуса Христа внутри себя. Я дам Ему силу познания Бога. Вы знаете, просвещение, которое мы имеем, оно исходит от Иисуса. Когда Иоанн свидетельствовал, и он говорил, что и Слово стало плотью, и обитала с нами звезда утренняя. Когда мы отделяемся, мы имеем вот эту утреннюю звезду, которая загорается внутри нас. И она загорается не для тебя, а для других, чтобы они увидели приближение Господня. дам Ему звезду утреннюю. Дам ту звезду, которая будет гореть, в нем ярче всех. Вы знаете, что утренняя звезда это вообще не звезда, но она горит ярче больше всех. Потому что уже звезд не видно, но она горит. и это свидетельство, что рассвет приближается. Ты будешь свидетелем его рассвета. Я так хочу, чтобы мы были отделены для Господа. Я так хочу, чтобы мы имели эту святость от Него. Мы имели то благословение от Него. Потому что если Бог с нами и направляет нас, что-то происходит внутри нас. Перемена. Утренняя звезда. Послушайте, я хочу с вами поговорить еще об одном качестве, которое дает тебе отделение. Чем мы отделяемся? Это вера. Скажи, вера. Павел, не трогай там ничего. Пожалуйста, не трогай. Отойди оттуда. Не надо. Давайте откроем еще одно местописание. Это в судей. Вы слышали, о чем я проповедовал? В среду кто помнит? Тяжела была рука медианитян. Шестая глава, второй стих над Израилем. И сыны Израилева сделали себе от медианитян ущелья в горах, пещерах и укрепления. Вы знаете, народ, который живет в горах, это не отделенный народ. Он просто сохраняет свою жизнь. Чем похожа церковь сейчас? Мы бежим от этого мира, и мы бежим, но он нас скубет. И временами он набегает на нас похотями, желаниями, там еще чем-то, и мы начинаем делать то, что это не свобода. Для того, чтобы противостать этому, Библия говорит, надо побеждать. Надо встать и сказать, я не хочу так жить. Вы знаете, Гедеон, он был таким же. И там проблема в том, что Гедеон, он имел то же самое. Живя в ущельях, живя в этих скалах, мы, знаете, мы не безопасны. Это видимая безопасность. Мы все равно живем в страхе перед тем, что грядет и что будет происходить. что дает по-настоящему свободу, так это вера в Бога. Скажи вместе со мной вера в Бога. Потому что вера в Бога это то, что Он хочет, чтобы побеждала мир. Первая Иоанна, по-моему, в пятой главе, четвертым стихом. Победа, победившая мир. Есть вера ваша. победа, которая побеждает мир. Это вера. Послушай внимательно. И Он ожидает от нас, когда мы уверуем, что Бог хочет нас благословить и спасти. Хватит жить, думать, что ты в безопасности. Когда у тебя все хорошо, это не значит, что ты в безопасности. Тебе надо сражаться, тебе надо воевать для того, чтобы... И вы знаете, в чем мое откровение? Вера, которую Бог дает, Он дает через призвание, через то откровение, служение, которое мы должны нести. Я не могу побеждать, если у меня нету полномочий в чем-либо. Если у меня нету какого-то послания, если я не послан, но Бог послал нас в этот мир. И послушайте внимательно. Некоторые сегодня имели служение, но они оставили его ради того, чтобы устраивать свой вот этот каменный дом. Некоторые строят свое вместо того, чтобы строить Божье. Но Бог говорит, побеждающему дам власть над язычниками. Я должен строить и устроять дом духовный. Я должен себя устроять и устроять то, что он говорит, потому что освящение происходит в процессе его труда. Вы помните, как учеников он избрал? Самые лучшие ученики, 12 человек, они были избраны Иисусом Христом в послушании ему, когда они были послушны ему, но среди них был Иуда, самый необычный человек, или обычный, такой, как все. 12 человек живут с ним три года, послушные ему и исполняют волю Божью, двигаются ради цели. Они не понимают этой цели, не видят этой цели, и Иисус говорит о них, что вы уже освящены через слово, которое я проповедую. поэтому освящение происходит через то, что я прохожу в своей жизни, через слово, которое мне нужно для преображения и изменения. Освящение происходит через дела и поступки, которые я буду производить. Послушайте, если ты думаешь, что в теплой постели, ничего не делая, работая у себя на работе, находясь и не делая ничего для Господа, ты осветишься, ничего не произойдет. Освящение происходит в труде Божьем. Что такое труд Божий? Его свидетельство. Еще раз скажу, труд Божий это его свидетельство. Не просто свидетельство жизнью, потому что некоторые свидетельствуют, я знаю наркоманов, которые под наркотиками свидетельствуют, потому что они говорят, а с Богом было лучше. Но это не то свидетельство, это свидетельство власти, когда ты имеешь власть над язычниками. Алкоголики тоже свидетельствуют. Но ты имеешь власть. И я говорю о свидетельстве в служении, когда Гедеон имел власть уже. Послушай внимательно. Откуда у него была вера? Вы помните, что происходило у Гедеона? У Гедеона происходила масса вещей. Я в среду проповедовал. Если вы не слышали в среду, пятницу, в среду, в пятницу, я извиняюсь. Мы не записывали это. Но хорошо. Смотрите, Гедеону надо было расстаться с чем-то. Расстаться со своим пониманием. Он не верил в Бога. Он не верил в то, что в нем может происходить. И знаете, что он сказал? Оставил нас Господь. Нету Его с нами. Его чудес я не вижу. Мы же видим чудеса. Но мы строим все равно вот эти вот ущелья. Каменные домики. И мы думаем, что таким образом мы спасаемся. Но Бог говорит, слушай. Я хочу, чтобы ты начал сражаться в своей жизни. Перестань находиться в трепете, в страхе. Сражение начинается с веры. Что Бог тебя посылает куда-то. Направляет куда-то. И первое то, что Он тебе дает как послание, Он говорит, покайся. Потому что покаяться, это начало Его пути. Второе, Он говорит, прииди ко мне и начинай исполнять мою волю. Отделись для меня. Если бы Бог отделил для себя просто так, то Он бы сразу нас забрал на небо. Нам надо тут прожить. Мне нравится хор. Еще расскажу. Мне нравится очень наш хор. Но это страдания, которые они переживают, чтобы каждый раз, репетиция или еще что-то. Пастырь все время затягивает служение, а там еще что-то происходит. Им надо смиряться в некоторых случаях. Надо послушание. И надо собираться вместе. Но, как они поют. И с каждым разом все лучше и лучше. Я думаю, скоро у нас прославление вырастет, еще больше будет станет. Правда? Но это происходит через... Они выбрали этот путь. Я вам хочу сказать, путь, который мы выбираем, он не всегда приятен нам. Он тернист. Нелегок. Бывает и тяжело. Правда? И вы знаете, часто мы видим христианство... Знаете, вот такое вот, живя в ущелье, в своем мирке. Я вижу церкви, которые живут в своем мирке. Они все праведные там. А как залезешь вошь, лучше не залазить. Там глубина. Глубин. Почему? И поэтому я верю, что Бог взял неправедных, отделить для себя, сделать из них служителей, чтобы они двигались в его воле. В его откровении. И тем самым они еще освящаются. И каждый раз это производит в них какую-то работу, определенную работу. И вам нужна вера. Много веры. Вы знаете, поэтому ученики сказали, умножь у нас веру. Мне надо много веры, чтобы делать эти дела. Потому что мне не хватает ее. В определенных этапах. Поэтому Гидеон положил тряпку сначала так. Ну, не тряпку, а шерсть. А потом так. Сначала вода была на шерсти, потом на земле. Вы помните, сначала выкручивал шерсть, а потом выкручивал, ничего не было. Ему нужно много было веры. Бывает часто, нам нужно много веры. Господи, прости нас, но мы не верим в себя. Нам хочется верить, что это ты послал нас. Это правильно. Потому что люди самоуверенные, они, как правило, начинают и ничего не заканчивают. Бывший пастырь, вы слышали таких? Бывший служитель, бывший тот-то, бывший, бывший, бывший. Он такой был. Сильно поверил в себя. А есть люди, которые, ну, ну никакие, но они не верят в себя. Они не могут поверить. Но они достигают таких высот. Моисей, помните? Я думаю, пока ты самоуверенен, и тебе придется пройти определенную яму в своей жизни. Унижение. Чтобы пришла вера Божья. Яму унижения. Иосиф прошел эту яму. Он был самоуверен. Горд, надменен. Мне нравится Иосиф. И это его путь был. Но он был отделен Богом. Послушайте внимательно. Если ты отделен сегодня для того, чтобы служить Ему и исполнять Его волю, тебе надо просто принять решение. Я не хочу так жить, как жил раньше. Я хочу перемен в своей жизни. И начни что-то делать. Люди нуждаются в твоей помощи. Служение, которое ты можешь нести, есть. О! Какое служение? Вы знаете, часто мы не видим, но за то, что у нас болит сердце, и то, что мы начинаем замечать в церкви, это вот то служение, которое мы должны, наверное, и нести. Есть люди, которые критикуют все. Что-то оно не так происходит. Возьми и делай. Это твое освящение, а не критиковать. Критика – это неправильное состояние. Ты должен выйти из этого состояния. Отделись от этого. Смотри. Бог дает Гедеону откровение. Мы подсчитали в пятницу, сколько? Один к 104. Один к 104 был избран. Один из 104 избран для того, чтобы гнать этих мадиониатян. В общем, мадиониатян. Мадиониатян. Да? Хорошо, спасибо. Еще раз. Тяжелое у них название. И вы знаете, они их изгнали. Один из 104. Знаете, почему? Потому что они поверили Гедеону. Они поверили Гедеону. Они поверили Гедеону. Тебе не обязательно верить в Бога, тебе надо обязательно быть с Божьими людьми. Да? Знаете, что они кричали? Меч Господа. Они не кричали «Мой меч со мной!» Они кричали «Меч Господа» или «Гедеона». Знаете, есть люди, которые не любят… Как? Гедеон не хотел славы. Он вообще человек, который не искал своей славы. В конце своей жизни он сказал, что когда его хотели сделать царем, и его семейство царствовало, чтобы он сказал «Нет, это не от Господа». Но, когда Бог действует, нужно действовать. Когда Бог говорит, нужно делать. Ты победишь, как один человек. Ты выйдешь и навстречу. Вы знаете, часто мы идем за этим откровением и соблюдаем слово, но не до конца. Знаете, почему? Потому что некоторые люди имеют свое откровение. Своё откровение. И там не может быть отделения, освящения и так далее, и так далее. Потому что со своим откровением Иисус не выбрал 12. Он выбрал 12 человек с Его откровением, чтобы это откровение вселилось в них. Потому что это откровение должно их осветить. Служение, которое они несли. Кстати, они ничего не знали и ничего не имели, как кроме Пётра. Помните, когда он сказал «Ни кровь, ни плоть тебе открыли это, но Отец мой сущий на небесах, что ты есть Сын Божий». Они не имели откровений, кроме того, что их говорил Иисус. До определенного момента, пока они не выросли, не подросли. Но когда они выросли уже в познании, в откровении Иисуса Христа, и они начали делать то, что говорил Иисус, в их жизни начало что-то происходить. Сейчас христиане имеют откровение все. Как только приходят в церковь. Я ко всем говорю. Знаете почему? Когда ему говоришь «Сделай так, так, так». Нет, это работать. Какая тебе разница? Я тебя попросил сделать так. Послушание – это тот состояние, в котором Бог испытывает нас и освещает, отделены мы или нет. Вот поэтому разваливаются домашние группы, служения. Люди несостоятельны. Почему? Потому что Бог не будет строить то, что не принесет ему плода. Он не будет работать с теми людьми. Он ищет человека, как Гедеон, который будет послушен ему. И знаете, три человека. Три раза он отделяет для себя людей. Первый раз, когда он взывает их. Второй раз, когда он говорит «Так, робкие и боязливые, до свидания». И 22 тысячи уходят. И в третий раз он подводит их к воде, чтобы полакали воды. Помните? И те, которые вот так вот становились и пили, было всего 300 человек. 300 человек из 32 тысяч. Да? 32 тысячи. 300 человек. И они просто напились вот этой воды. Локали. И Бог говорит, вот этими 300 я спасу. Вы знаете, это прообраз тех людей, которые... Двумя руками пить воду, забыв о том, что может враг подойти и так далее. Я понимаю многие. Но есть люди, которые увлекаются даже благословениями. Когда благословения в их жизнь приходят, они ненасытно пьют. Неосторожно подходят к этому. Потому что благословения опьяняют. Они не дают человеку ту власть, которую он должен иметь. Вы помните? У Иосифа могло быть благословение, если бы он переспал. Его бы не посадили в тюрьму. Переспи с женой Патифара. Но он бежал. О, он был осторожен. Он пил благословения из ладошки. Он пьет благословения из ладошки. Вот такими трехстами людьми можно производить ту работу. Потому что есть люди, которые входят в эту... Ну, как поглощены тем, что они делают даже. Они наслаждаются от того, что делают. Вместо того, чтобы быть осторожным. И вы знаете, как правило, они терпят крах. Но Бог с такими не работает. Чтобы Ему досталась вся слава. Чтобы досталась вся слава кому? Скажи, Аллилуйя, Богу вся слава. Не нам вся слава. Мы не претендуем на славу. Нам не нужно. Нам бы дойти до конца. Довоевать. Понимаете? То есть, если человек претендует на какую-то славу, до свидания, у меня нет времени на вас. Почему? Потому что, вы знаете, победа, которую одержал Гедеон, там вообще с оружием не связана. У них в одной руке был, что? Кувшин с огнем. А второй был труба, которой они трубили Богу. Прославление, хвала. И страх, который был в этом стане, царей, они начали бежать, побросали оружие, поубивали друг друга, и бежали аж до Иордана, что пришлось созывать всех. Так, давайте догонять уже и добивать их. Загоняем эту рыбу. Вы знаете, почему это происходит? Потому что власть над язычниками дана тем, которые отделили себя для Бога. Гедеон был таким же. В одно мгновение. Но Бог изменил его мышление через веру. Он начал верить Бога. Он начал верить тому, что Бог говорит в его жизнь. Тебе надо тоже поверить в это. Потому что вера, она дает силу побеждать мир. Я в правильной церкви. Если ты еще не уверен в этом, иди отсюда. Беги отсюда, потому что у нас нету времени на таких. Знаешь почему? Потому что у нас есть еще. О, у нас много дел, чтобы спасать этот город. Мы должны еще много сделать. Если ты неосторожен и так увлечен своими благословениями, то же, ну, мы с тобой имеем дело, конечно. Конечно, мы тебя любим. Но воевать нельзя служить двум господам. Победа, победившая мир, есть вера. Это отречение от себя. Ты идешь и следуешь за ним. И я вам хочу сказать, что бывает, надо пожертвовать многим. Я скажу так. Я на служение в среду, не в среду, когда это было. В общем, у меня болело колено. Когда, не помню даже. А в прошлую пятницу мне, начиная молитву, ехать надо было. И я подвернул его. И чувствую там кровоизлияние в коленях. У меня потемнело в глазах. Я перемонтал его, все. Я чувствую, я до вечера не доживу. Ну, я травматолог. Я знаю, что я делаю. Я чувствую, что где-то опять связка повреждена. Я Наташе говорю. Наташа, мне нужен шприц. Мне нужно... В общем, я сделал себе манипуляции, откачал то, что там было в колене. У меня все хорошо с коленом. У меня лучше даже, чем было. Честно. Но я понимаю, что бывает, мы жертвуем чем-то. Я мог не поехать. Пожалеть себя. Мне нравится Анина свидетельство. Пожалей себя. Подумай о себе. Останься тут. Но кто-то звонит и говорит, так, едем, все, собралось. Есть те, которые нас подталкивают. Правда? Это хорошо, когда нас подталкивают. И вы знаете, Бог, Он исцеляет и Он благословляет в процессе. Освящение происходит в процессе. Мы освящены уже. Вы святы, но не все, Он говорит. Помните? Потому что у одного все-таки осталось свое представление, свое мышление. Вы отделились от этого мира, чтобы следовать за мной. Но не все. Вы, кто-то живет своими желаниями. Вот я вам хочу сказать, что пока мы вынашиваем свои откровения, свои желания, вместо того, чтобы служить Божьему откровению и Богу, я никогда не буду побеждать то, что в моей жизни происходит. Кто-то до сих пор находится в депрессии. И он не выйти из нее не может. В святой депрессии я называю. В скальной депрессии. Дом есть, все есть. И вокруг все есть. Скальная депрессия. И ты думаешь, как по-украински это говорится, хай все обвалится, але по моим воротам, да? Земля вся. Нет, я так не думаю. Я думаю, что если сражаться, я буду сражаться за всех. Если сражаться, я буду со всеми. Мы стоим для того, чтобы наше сражение было всегда, постоянным. И поэтому Дух Святой говорит сегодня церквям. Побеждающий. 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 Побеждающий это тот, который сражается постоянно. Слышишь меня? Не тот, который... Я думал. Послушайте. Я думал, что придет время такого покоя Божьего в моей жизни. Но он никогда не приходит. Я понимаю теперь, Павла, что он имел в виду. Течение совершил. Веру сохранил. Потому что очень важно при том течении сохранить еще веру. Вы когда-нибудь плыли в течение? Вы когда-нибудь бежали в марафон в 40, 50, 70 лет? Сохранили вы веру, что вы там получите что-то? А Павел говорил именно об этом. И вы знаете, самое интересное, это и есть освящение наше. Когда ты идешь в этом, тогда Бог дает власть по дороге, по пути. Ты видишь многие вещи, которые Бог производит в твоей жизни. Дам власть над язычникам. А некоторые молятся о власти для себя. Это ужасно. Это плохо. Такие не надо. Потому что есть та власть, которую дает Бог. И Он дает утреннюю звезду. Вы знаете, некоторым сегодня нужно для того, чтобы принять причастие, покаяться. В чем? Наш менталитет, наша ментальность, она была похожа. Я такой, как все. Мы жили в своем мире. Осуждение, может быть, злобы какой-то и так далее. Вы знаете, я вспоминаю все время то, что Иисус молился в Гефсиманском саду. Он когда молился, Он говорил, что не прошу их забрать из мира. А что? Сохранить их от зла. Часто нам надо вот это вот состояние, чтобы мы сохранены были от зла. Зло, которое подстерегает нас, есть. Я серьезно. Мы не в безопасности. Я не в безопасности. Потому что вас может подстерегать зло в любом месте. Вы выйдете на дорогу, оно может подстерегать. Кто-то споткнулся. И вы знаете, зло приходит разными путями. Заболел. Почему верующие болеют? Это зло пришло. Сохрани их от зла. И вы знаете, я думаю, что нам надо молиться о том, чтобы мы были отделены от этого мира. Когда ты отделен, освящение происходит. Его работа происходит над тобой. Он меняет твою жизнь. Сохрани нас от зла. Некоторым надо поменять свое мышление. Представление вообще о том, что Бог делает в их жизни. Потому что освящение происходит в процессе труда и работы. Ну, не станешь ты математиком без высшего образования. Самым лучшим. Ну, гениальные математики так не становятся. Ломоносову тоже надо идти было учиться. Чтоб стать гением. Вы знаете, каждый человек должен пройти определенные процессы в своей жизни, которые научат его определенным вещам. Если ты думаешь, что все легко дается, время золотых рыбок закончилось. Это только в русских сказках. Иванушка на печи. Это псевдоблагодать я называю. Бог так не дает. О, Бог дает по-всякому, конечно. Но, как правило, для того, если что-то приходит мне просто так, значит, испытание. Значит, Бог будет испытывать мое сердце. Вы понимаете, что есть мудрость, которую Бог дает в твою жизнь? Будьте мудрыми. Не увлекайтесь сильно благословениями. Если ты пришел в Божье присутствие к Богу, то начинай делать то, что Он от тебя просит. Перестань творить свое. Потому что Иуда подумал, что лучше Иисуса убить. О, он не думал о смерти его. Он думал, что он царем станет. Он же воцарить его хотел сразу же. Ему было закрыто. Ученикам тоже было закрыто. Всем было закрыто, что он умрет все-таки на кресте. Они думали, что он раз и выйдет царем. Хлебы преломлялись. Чудо умножения было? Было. По воде ходили? Ходили. Ну что, ангелы не спустятся с неба для того, чтобы его защитить, спустятся. Чем не прогресс мышления Иуды? Свое откровение. Послушай, пока я живу своим откровением, ничего Божьего не будет происходить. В конечном итоге что? Как закончил Иуда? Величайшая депрессия. И я вам хочу сказать, что если я в деле Божьем, я должен участвовать в этом деле. Я должен стремиться. Начинай с малого. Приходи на служение. Просто ходи на служение. Просто общайся с людьми, которые нуждаются сегодня в тебе. Ты знаешь, Слово Божие, а не нет. Просто начни служить тем, что ты имеешь. Он тебе дал власть над язычниками судить. Мы будем судить народы. Вы знаете это? Для чего это тебе надо? Представляешь, тебя посадят на троне, и ты будешь судить, кого в рай, кого в ад. Но этот должен отделен быть. Ты должен сейчас участвовать в этом. Это служение, которое будет продолжаться на небесах. Бог дает тебе власть. Но эта власть дана для того, чтобы ты научился, чтобы ты отделился послушанием Ему. Я верю в этот город. Аминь. Он спасется. Одному человеку был с тобой или без тебя. Его уже нет. Потому что он имел свое. Своё понимание. Каждый раз, когда мы имеем свое понимание, мы идем своим путем. Я вам хочу сказать, я благодарен Богу за всех служителей, которые есть в церкви. Те, которые здесь делают что-то, выполняют какую-то работу. Они, их не видно. Может быть, даже и не слышно. Но те, которые служат Богу в послушании, в смирении, скромной, они будут в последнее время больше тех, которые думают, что они чего-то достигли со своим откровением. Почему? Потому что мы следуем откровению Божьему одному, чтобы Бог спасал людей. И мы стараемся для того, чтобы все было для этого сделано, им уютно было в Царстве Божьем. Вы знаете, Библия говорит, мы делаем работу Божьей. Вы знаете, что на небесах? Там написано, что город, который он построил, прекраснейший. Все для нас. Он позаботился о нас. Если ты заботишься о братье, о своем или о сестре, все в норме, ты поступаешь, как он. Правда? Если ты думаешь только о себе, в твоей жизни проблема, ты еще не познал его. Простые вещи, банальные вещи, детское служение. Мне нравится. Воскресная школа у нас. У нас столько детей. У нас хорошие дети. И у нас самые лучшие дети. И дома самые лучшие. На улице самые лучшие. В церкви самые лучшие. Везде самые лучшие. Вообще наши дети самые. Знаешь почему? Потому что это наши дети, дети нашего откровения. Когда ты живешь в этом откровении, ты будешь видеть это лучше. Я хочу, чтобы мы видели свои дни благословенными на этой земле. Я вам хочу сказать, когда Иосиф привел своих двух сыновей к отцу, своему отцу, не на Иосифа губ возложили руки, а на двух сыновей. И благословила. Меньшего, как большего. А большего, как меньшего. Но это два колена, как своих сыновей. Потому что Иосиф был сын откровения. Я хочу, чтобы ты понял, есть люди откровения, такого же, как ты. И дети их, это твои дети. Они похожи на тебя. Духовно. Внешне может быть нет. Духовно они такие же. И когда ты разговариваешь с ними, они о том же говорят. Слышишь те же слова. Приятно находиться в том же. Вы понимаете меня? Кто из вас понимает? Мы сейчас будем принимать причастие. Но некоторым нужно что-то сделать. Покаяния. Я сейчас просто попрошу. Давайте все встать.